Нерабочие дни продлены до конца месяца. Такое решение принял президент России Владимир Путин в связи с угрозой распространения коронавируса. Меры профилактики и защиты люберчан от инфекции обсудили на очередном заседании оперативного штаба. Органы Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медики сейчас работают в тесном тандеме, отрабатывают все цепочки контактов зараженных людей. Те, которые подлежат режиму самоизоляции, находятся на дому. Определенная категория лиц находится под наблюдением. Данный вопрос находится под контролем. За соблюдением режима самоизоляции следят сотрудники правоохранительных органов. Участковые и полномоченные полиции отрабатывают около 800 адресов. Напоминают отдельным лицам о необходимости строгого карантина. Также очень много из других субъектов поступает информация о том, что люди не соблюдают карантин, прибывают к нам в округ. Таких тоже отрабатывают. Последов срочно порядки участковые и полномоченные получают, проверяют адреса. Врачи, в свою очередь, готовятся к возможной госпитализации больных коронавирусом. На сегодняшний день в Люберецких больницах нет пациентов с таким диагнозом. Но в округе уже создано 50 коек стандарта COVID-19. 35 из них оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких. Перепрофилирование эндокринологического отделения в инфекционное подходит к завершению. На сегодняшний день запланированные объемы строительно-монтажных работ по возведению перегородок и прочих необходимых конструкций завершены. Стены утром окончательно выкрашены. Острадались мелкие косметические мероприятия. Режим самоизоляции не коснулся также работников коммунальных служб. Ежедневно подъезды городского округа подвергаются дезинфекции. Региональный оператор Эколайн-Воскресенск работает в штатном режиме. Не прекращают свою деятельность продуктовые магазины и аптеки. Парки городского округа и все развлекательные объекты закрыты для посещений.